Павел Александрович, а вы суеверный человек? Ну, скорее да, чем нет. Как бы теперь подвести... Давайте так. 2 декабря 1947 года родился Павел Александрович Минакер, который сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Поздравлять ни с чем не буду, ни с чем наступающим, но я думаю, все поняли, по какому поводу мы сегодня здесь. Павел Александрович, глобально мы с вами в этой студии встречаемся редко, к сожалению, но каждый раз, вот что мне нравится, любой вопрос можно повернуть, а как вы на это смотрите, ну что это значит с экономической точки зрения? Сейчас таких вопросов и поводов вообще и темп для поговорить, их невероятно много. Хочется у вас, человека, который именно с экономической точки зрения очень многие вещи анализировал, многие вещи прожил, переломные для, собственно, для страны и отчасти для всего мира. Хочется узнать, как вы видите, собственно, то, что происходит сейчас. Тот самый разворот на Восток, о котором все много сейчас говорят, значит, интерес, значит, и западных инвесторов растет, и к Хабаровскому краю в частности, и прочее, прочее, и льготные режимы, как будто вот недавно Юрий Петрович Трутнев сказал, что, значит, предлагается сделать Дальний Восток всем, вот весь, всю территорию таким Тором, в общем, внимания как будто бы много в связи с этим, там, развитие Восточного полигона, надежд на этот разворот много, а как вы считаете, не переоцениваем ли мы вот эти надежды и ожидания от этого разворота? – Знаете, вот в вашем вопросе содержится ответ, потому что здесь ключевое слово – разговоры. Действительно, очень много разговоров. – Ну, это характерно не только для экономики. Вообще, болтаем исключительно красиво, исключительно много, исключительно про все. То есть все умные, действительно, много очень умных людей. Занимательный иногда анализ такой привлекательный, достаточно убедительный в ряде случаев. Но это разговоры. Это разговоры, это ожидания, это предвкушение того, что вот из разговоров что-то произойдет. И вторая проблема заключается в том, что существует принципиальная проблема торопливости получения результата. Вот надо сейчас, надо немедленно. Вот мы объявили что-то, и тут же надо побежать докладывать, что мы уже все это сделали, что это все так и есть. Хотя на самом деле, ну, если возвращаться вот к тому же Дальнего Востока, к тому же по развороту на Восток. На самом деле, все эти разговоры про разворот на Восток, сейчас они довольно... Ну, я не хочу никого обидеть, как бы не готов употребить слово смешны, но они не очень вразумительны. Потому что в действительности, ну, разворот на Восток, если говорить о Дальнем Востоке самом по себе, то он был очень выпукло представлен, причем по делу представлен, с очень хорошими результатами, сто лет назад, в 20-е годы прошлого века. Это вот после Гражданской войны, вот освободили Дальний Восток, там от интервентов, всех остальных, с 22-го года. И почти по 29-й год Дальний Восток существовал как автономное, относительно автономное, не политическое, а экономическое образование, причем работал почти исключительно с Востоком. Работал с Китаем, работал с Монголией, с Японией, со штатами, инвестиции, торговля, концессии. И тогда тут вот экономические власти, которые были, остались от них, ну, немного, но все-таки остались публикации, остались воспоминания. Там прямо говорится, что значительная часть всего, что удалось тогда, а ведь тогда за этот период, за 22-28 годы, практически был восстановлен экономический профиль Дальнего Востока, вот как он был на начало мировой войны. Он восстановился. Без всяких сногсшибательных проектов из центра, сногсшибательных инвестиций за рубежа. Просто была нормальная торговля, значит, предприятия, те, которые были, они ориентировались на восточные рынки, доходы, которые они получали, они оставались в самом регионе, пускались в дело, на восстановление. Все было тихо, спокойно. Ну, потом, понятно, была индустриализация, понадобился совсем другой масштаб ресурсов. Их уже не могли представить. Тогда очень хлипкие рынки, ведь были и Японии, и Китая. Там амбиций было много, экономики там было немного. Американцев, как всегда, интересовали только концессии, там, на пушнину, золото и так далее. Остальное нас не интересует. Ну, и серьезные ресурсы тогда могли прийти только из центра. Ну, вот все замкнулись на центр. Но потом был второй этап. Этот второй этап начался где-то в середине 60-х годов, опять же, прошлого века. Причем он был очень интенсивным, очень акцентированным и, самое главное, очень результативным. Тогда появились, в 64-м году, если хорошо вспомнить, появилось первое генеральное соглашение с Японией. Это практически было начало инвестиционного сотрудничества. Оно так не называлось, конечно. Это было в форме кредита японцев на разработку ресурсов, с оплатой этими ресурсами. Но это была очень эффективная вещь, которая позволила целые отрасли поднять на Дальнем Востоке. И позволила все-таки значительную часть потребительского рынка оздоровить. Ситуация на Дальнем Востоке стала получше. И потом, в 87-м году, даже при Горбачеве, при всех издержках, которые тогда были, тогда же были, помните, наверное, знаменитые вот эти законы об иностранных инвестициях и о совместных предприятиях. Вот для Дальнего Востока были сделаны особые льготы в этом отношении. Сюда ринулись японские фирмы, особенно в лесную промышленность, в рыбную промышленность, в угольную промышленность, в геологоразведку, вот нефти и газы, в частности. Они тут в очереди стояли. И действительно возникали целые отрасли, причем технологичные отрасли, и по переработке леса, и по переработке рыбной продукции, по разведению рыбы, по морекультуре. Но много чего тогда возникло. Особый экономический режим для Дальнего Востока. Ну, мы не замахивались, конечно, на весь Дальний Восток. И это вот эта гигантомания обычная, вот эта специальная аэропортоемкость, вот если уж делать, так делать по-большому. Если уж делать, так на 40% территории Российской Федерации. Ну, почему бы не объявить всю Российскую Федерацию свободной экономической зоной, как бы безналоговой гавани и все такое прочее. А что такое Дальний Восток? Это 40% территории России. Мы работали с экономически насыщенными территориями. Это вот Южный поезд Дальнего Востока. Там, где экономика основная, и там, где экономический оборот основной. И там, где население основное. Потому что северные районы, Ближний Север, Дальний Север, даже Арктика, это как было, так и осталось. И оно останется. И это естественно. Это районы вахтовой добычи, это районы очагового освоения ресурсов. Павел Александрович, то есть не очень логично, то, что я сейчас слышу из нашего разговора, предоставлять какие-то преференции предприятиям, которые здесь используют какую-то исключительность территории. Добыча, лес, газ, вот это вот все. Но, опять-таки, сам элемент вот этот вот, сама категория, тор, льготный режим, тогда, сто лет назад, использовался, в начале, там, в 80-е, 90-е, прорабатывался. Но, я так понял, тогда не дали, да, его как будто бы реализовать здесь? Нет, ну, тогда об этом речи не было. Тогда не было никаких льготных режимов. Ну, концепция была, вы говорите, что какая-то разработка была. Концепция была в конце 80-х. В конце 80-х, вот. Она была, концепция это была, ну, она как бы была аналогична концепции создания свободных экономических зон в Китае. Вот, помните, первые шесть свободных зон, тогда, в общем-то, весь мир это копировал. Но это было другого типа зоны, но они строились по такому же принципу. А китайские зоны, как известно, они отличались от всех остальных, которые редко были успешными. Вот у китайцев они были успешными. Именно тем, что они эксплуатировали дешевый ресурс территории, ну, для них дешевым ресурсом территории была рабочая сила, прежде всего. Они эксплуатировали, конечно, политический ресурс, их накачивали не просто так, а накачивали в противовес Советскому Союзу. Это тоже правда. Но они это использовали для внутреннего развития. Все в топку, как говорится. Все в кассу. Все пускалось и технологии. Значит, они копировали технологии. Они внедряли иностранные технологии у себя. Они пытались развивать собственное производство, пока на иностранных технологиях потом переходили на свои. Все делалось для этого. Так вот, общий принцип-то здесь очень простой. Если вы хотите, чтобы у вас развивалась экономика, бизнес, какие-то проекты, которые изначально, они изначально неприбыльные или они рисковые, потому что это новый рынок, как бы это большая конкуренция, то тогда резон полный есть их поддержать. Ну, не деньгами впрямую поддержать, но поддержать льготами, допустим. Ничего в этом странного нет. Есть ли же это проект, который... Ну, вот американцы там и немцы вкладывали бешеные деньги в эти свободные экономические зоны в Китае. Они вкладывали их по политическим соображениям. Они эксплуатировали политический ресурс, который только в Китае могли реализовать, потому что из Китая они пытались сделать то, что, в конце концов, сделали с Украины в настоящее время. И больше они нигде не могли реализовать этот политический ресурс. Ну, то, что Китай им создал тепличные условия, им помогало, потому что, на самом деле, они шли на рисковые рынки. Они шли не на добычу природных ресурсов, как бы, а в трудоемкие производства, в сборочные и так далее. А здесь природные ресурсы, которые имеют... они имеют стабильный рынок. У них нет проблемы с получением дохода. И для них вот этот льготный режим, вот именно для этих проектов, он является премией. За то, что они пришли на Дальний Восток. А куда они еще могут прийти? Прямо сейчас прервемся мы на короткую рекламу, после вернемся и продолжим интереснейший разговор. Это проект «Смотри, Хабаровск». Сегодня в нашей студии научный руководитель Института экономических исследований Дальневосточного отделения Российской Академии Наук, доктор экономических наук, академик Российской Академии Наук Павел Минакер. Павел Александрович, если от Дальнего Востока перейти непосредственно к Хабаровскому краю, вот в ходе того, в рамках того, что сейчас вообще происходит в мире, СВО, санкции, тот самый разворот на Восток, еще что-то, каким вы видите Хабаровский край вот в новой реальности в рамках России, в рамках взаимодействия с Китаем, и есть ли у Хабаровского края какая-то возможность и какой-то потенциал занять значимое место на мировой карте? Как возможно, об этом тоже много говорят, именно крупный какой-то логистический центр. И, соответственно, видите ли вы сейчас то, что происходит в регионе, какие-то шаги по направлению, какие-то правильные шаги? От меня часто ждут вот таких вот рецептов. Конечно, Павел Александрович. А от кого, если не от вас? Как вы видите построение коммунизма на отдельно взятой территории? Давайте не так, не что делать, а видите ли в целом вы, что это может, да, случиться? Я вижу, что это никогда не случится. Вот в такой редакции, вот в такой редакции это никогда не случится. Это как бы простая житейская истина. По одежке протягивай ножки. Существует ряд как бы выигрышных каких-то вопросов, выигрышных возможностей, которые можно эксплуатировать на территории Хабаровского края. Как то? Как то? Это как бы логистический коридор между европейской Россией, сибирскими регионами России и там тихоокеанским рынком, на самом деле китайским в основном рынком, когда восстановится тихоокеанский рынок для нас, это вопрос вообще открытый. Но тем не менее, такой логистический коридор существует. И он будет усиливаться, потому что сейчас, вот, ну то, что сейчас происходит, реально, происходит ведь очень такая интересная вещь. Вот всегда мы говорили, это вошло уже в экономическую теорию, как бы, что если территория близко к рынкам, близко к границе, она имеет преимущество, потому что малые расстояния, низкие затраты на транспорт, как бы, есть целый ряд условий узнавания, там возникает переплетение культур, и появляется дополнительная возможность. Сейчас практически вся Россия двинулась на восток, потому что закрыт Атлантический рынок. И когда он откроется, и откроется ли вообще по большому счету, и в каком виде он откроется, это большой вопрос, это гадание на кофейной гущине, ну, на сегодняшний день. Прогнозы я даже не рискнул пытаться делать в этом отношении. А что это означает? Это означает, что Хабаровский край превращается уже в такой логистический полигон не просто для сибирского леса, угля и отчасти нефтепродуктов, которые нефти, которые прогонялись на китайский рынок и в порты Дальнего Востока. Он превращается в очень важный логистический регион для вообще всей разнообразной экономики. В принципе, все пойдет именно сюда. Ну, не все совсем, потому что есть внутренний оборот, но значительная часть того, что будет предназначено для экспорта, оно пойдет в этом направлении. Хабаровский край здесь имеет преимущество, хотя, казалось бы, это не концевой регион, то есть он не кончается как бы всеми портами, но зато он имеет как бы параллельные ветки. Он имеет выход прямо к портам северным, Ванина, Савгавань через Комсомольск и через БАМ. Он имеет, как бы, является транзитным для Владивостокских портов, которые тут выполняют роль только конечных пунктов. Вот для Владивостока с точки зрения логистики важным являются порты, это их преимущество. Но в порте надо что-то привезти сначала, а без Хабаровского края, без его возможности, вы ничего туда не привезете. Поэтому Хабаровский край, он всегда рассматривался, вообще-то говоря, и он сейчас становится еще в большей степени такой транспортный ключ на пути вот уже серьезного поворота на восток, уже не разговорного жанра, как бы, как бы нам повернуться на восток, развить Дальний Восток и как бы выглядеть хорошо на Тихом океане. А это экономическая необходимость, это рациональное построение экономики теперь, всей национальной экономики. И здесь Хабаровский край имеет очень важное значение. Естественно, существуют какие-то природные ресурсы, которые были, есть, и они будут. Здесь ничего нового. Мирового значения они не имеют. Но они, отдельные ресурсы, они имеют важное значение там в национальном балансе с точки зрения получения там валютной выручки и все такое прочее. Вот. В конце концов, Хабаровский край, ну, я его рассматриваю традиционно, понимаете, мы всегда говорим Хабаровский край, но это как Дальний Восток. Вот Хабаровский край, даже на карту глядя, он грубо состоит из трех частей, на самом деле. Вот это вот юг Хабаровского края, наиболее развитый, наиболее активный. Вот этот вот Комсомольский анклав промышленный. Ну и, собственно, все. Все остальное это очаговая очаговая экономика, в значительной степени ресурсная экономика. И я убежден, что она такой и должна оставаться. Вот глупо строить, видите, глупо говорить, города-миллионники надо строить в Тугуро-Чумиканском районе. нет. Точно так же, как вообще глупо говорить о том, строить города-миллионники или пусть они развиваются, как развиваются. Будет миллионник, будет миллионник, будет 500 тысяч, будет 500 тысяч. Есть свои законы о развитии города. Но на Дальнем Востоке реально существует всего два города, которые реально на сегодняшний день могут действительно выполнять и в некоторой степени уже выполняют, но могут сильнее выполнять значительно. Роль опорных центров всего каркаса вот южной зоны Дальнего Востока и притяжения в том числе северов. Это Хабаровск и это Владивосток. Не случайно между ними такая традиционная конкуренция. Это естественная вещь. Но это такого рода конкуренция, в которой победителя быть не может, потому что каждый старается быть лучше. Это залог того, что оба они каким-то образом развиваются. Так вот, Хабаровский край, я не знаю, как там во Владивостоке, там сложное к этому отношение. У них там какие-то несколько странные иногда бытует представление о том, что такое большой Владивосток и зачем это нужно. Но вот в Хабаровском крае просится такая традиционная проблема создания развития вот этого крупного мегаполиса Хабаровского, который охватывает не просто сам город, а который захватывает в свою орбиту большую территорию периферии, прилегающей городу. И эта территория в зависимости от того, будет развиваться скоростной транспорт вот здесь или не будет автомобильный и железнодорожный. Это важное условие. Эта территория вот этой мегаполисной периферии Хабаровской, она может охватывать все вплоть до Вяземского и даже до Бикина. То есть, вся вот эта южная часть, она сюда подходит. И самое главное, что социальные, экономические, финансовые, культурные, образовательные импульсы должны выходить на всю территорию вот теперь уже Хабаровского края. То есть, вот этот вот мегаполис, он должен быть местом притяжения возможностей всего края и он должен делиться со всем краем своими возможностями, поддерживая их уровень, их ресурсы и так далее. А на карте мира нет шансов у Хабаровского края, нет шансов у Приморского края, нет шансов у Сахалина. От слова совсем. Нет шансов там у Магадана быть на карте Сахалина какой-то такой эксклюзивной точкой притяжения и так далее. То есть, ну, не возникнет здесь, нет объективных условий для того, чтобы здесь возникло что-то вроде там Шанхая или что-то вроде там Токийско-Осакской агломерации якогамы и все такое прочее. Ну, и много других известных центров, которые уже есть, хотя бы с точки зрения того, что это всегда вопрос, кроме всего прочего, еще и конкуренции. То есть, если появляется некий новый мировой центр, он должен предъявить нечто такое, что желательно будет не конкурировать вот уже, ну, скажем, не с Гонконгом и Сингапуром, вот сделать так, чтобы здесь было лучше, чем в Гонконге и Сингапуре. Да нельзя этого сделать. Вот в 13-м году уже популярно было, мы сделаем режим экономический такой, что Сингапур обзавидуется. Да не обзавидуется он, потому что не сделаем. Ну, по многим очень условиям. и не только чисто экономическим. И с этим просто надо как бы смириться и не пытаться на это посевать. Это нормальное состояние, не надо комплексовать по этому поводу, и не надо как бы посыпать голову пеплом, что ну, ну да, ну не будем мы как в Шанхай, ну не будем мы как в Шанхай, но Шанхай никогда не будет Владивостоком и Хабаровском. Нам надо свои города, свои точки, где можно что-то делать, делать максимально рационально и максимально удобно для себя. Именно для себя. Не заботясь о том, привлечет это, скажем, население из Гонконга, вот они будут стоять в очереди в российское посольство за гражданством, за видом на жительство в Хабаровске или не будут. Не будут стоять. И не надо. Не надо. Да пусть они в Гонконге живут. Гораздо лучше, если у нас будут стопроцентные возможности у Гонконга и у нас стопроцентные возможности к обменам, к экономическому сотрудничеству, к культурному сотрудничеству и тому подобное. с тем же Шанхаем. То есть, если мы будем иметь возможности в этом ряду находиться просто, а не стоять, значит, грызть кулаки и со злости завидовать у вас есть, у нас нет. Это будет хорошо. В целом, в основном, вот это вот не рецепт, но какая-то картинка. Как можно, как нужно. вот так смотришь просто на Хабаров. Это красивый город. Все, 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 все классно. Как-то, конечно, какой экономический под этим всем базис и какой высоты здания могут появляться и будет ли у нас не знаю, свой какой-то район там, не знаю, сити и прочее, прочее. Это, вот это зависит во многом от каких-то решений и так уж вышло, что экономические и политические идут, ну, прям очень рядом. Вот, собственно, те решения, которые сейчас принимаются на уровне региона, в тех рамках, в которых они могут приниматься на уровне региона, видите ли вы в них правильные шаги? ну, давайте, я исхожу из другой посылки. Вижу ли я в этом неправильные шаги? Так. Не вижу. Просто не вижу. Вот, в тех решениях, которые действительно принимаются для региона, ну, что здесь неправильные, какие решения принимаются? Они все лежат на поверхности. То есть, купируются конкретные проблемы. Там где-то рассыпалась электростанция, ее надо восстановить, но восстановить так, чтобы она уже работала, как бы, 50 лет без перерыва на новые технологии и так далее, чтобы были нормальные условия. Значит, улучшить жилищные условия, выселить людей из барака, в конце концов, ну, что в этом неправильно? Другое дело, ресурсы для этого должны быть, но те, которые есть, они используются. Правильный шаг, ну, правильный шаг. То, что он и в других регионах, как бы, по программе. Видите ли вы стратегические шаги? Ну, это все зависит, понимаете, от того, что иметь в виду под стратегическими шагами. Вот, меня это всегда ставит в тупик. У нас очень модно за последнее время ну, лет за 10 последнее. Слово стратегия вообще превратилось почти в ругательное слово. Мы только и делаем... В приличном обществе такими не бросаются. Не бросаются. Мы только и делаем, что пишем какие-то стратегии. Этих стратегий написали уже килотонны по каждому поводу. У нас куча стратегий, куча программ, там, куча проектов, включая национальные проекты. Чего только у нас нет. взять любой национальный проект, он ведь из чего состоит? Из правильных совершенно вещей. Вот есть ряд проблем, конкретных проблем, непридуманных, которые надо решить в рамках имеющихся ресурсов. Можно ли их решить в рамках этих ресурсов? Это другой вопрос. Как правило, нельзя. Ну, или, как правило, нельзя так, как хочется. Но те проблемы, которые там есть, я не могу сказать, что все, потому что всегда существует некий процент потерь. Это нормально. Но, в принципе, реальные проблемы, да, вот это надо делать, вот это надо делать. Ну, взяли министерство финансов, удобнее, чтобы это было объединено словом проекты, ну, финансировать им так удобно. Но у нас министерство финансов вообще-то до недавнего времени государством руководило, а не совет министра в целом. Сейчас, может быть, меняется ситуация, говорят, не в курсе. Вот. Понимаете, то есть чего-то такого, что неправильно делается, их нет. Чего-то стратегического я не вижу. Если иметь в виду подстратегии, ведь что такое стратегия? Это ответ на вопрос. Можем ли мы... Есть два ответа на этот вопрос. Как стратегия, это как строить свое поведение. Есть два принципиальных ответа на этот вопрос. Делай, что должно, и получится, как будет получаться. Потому что, ну, есть ограничения по ресурсам, есть по возможностям, есть ограничения по политическим компетенциям, много ограничений. В этих ограничениях вот делать тоже ты должен делать. Вот есть некий список прямо, как сейчас любят говорить, дорожная карта. Вот это надо сделать, это надо сделать, это в энергетике, это в жилищном строительстве, это в медицине, это в образовании. И все это как бы делается. Либо мы будем вот это делать, и у нас, и мы будем это всегда делать. то есть у нас всегда будут ну, то, что будет возникать то, что называется такой полуразрухой. То есть мы что-то сделали, в это время что-то развалилось, мы туда начали делать. То есть какой-то целостной картины не получается. Вот сплошная такая суета. Она все равно нужна, потому что жизнь надо поддерживать. Но если вы хотите жизнь преобразовать, чтобы она стала другой, по типу другой, чтобы у вас возникло другой тип экономики, скажем, другой уровень совершенно там окружающей среды, комфорта, совершенно другая медицина, совершенно другое образование. Вот в этом направлении вы видите? Вот в этом направлении я не вижу действий. Просто не вижу действий. И проблема заключается, как мне кажется, в том, что, понимаете, придумать можно, хотя это бессмысленное занятие, вот это вот придумывание на пустом месте. Но дело в том, что так или иначе политическая структура, политическая элита, она очень строго связана, повязана, можно сказать, реальным дефицитом ресурсов. И нужно сделать очень серьезные усилия, прежде всего, ментальные усилия, то есть нужно иначе организовать свои мозги, иначе организовать свое понимание экономики и жизни, для того, чтобы вырваться за этот круг вот этого ползучего эмпирического дефицита ресурсов. надо перестроить тогда свое представление о жизни, поставить себе новые рациональные цели, сгруппировать их, выбрать главные. Валерий Александрович, спасибо за эту беседу, к сожалению, время наше ограничено, в первую очередь спасибо за то, с чего мы начали на чрезговор, всегда интересно посмотреть с экономической точки зрения, как что происходит, действительно, с этой точки зрения практически на все можно посмотреть, практически на все найдутся какие-то новые подходы, что, конечно, я уверен, многих наших телезрителей заставит задуматься. Спасибо большое, опять-таки, человек суеверный отчасти, поэтому хорошие пятницы, скажем так. Друзья, сегодня в нашей студии был Павел Александрович Минакер, научный руководитель Института экономических исследований ДВО РАН, академик РАН, доктор экономических ног. Спасибо большое, до встречи. До встречи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин